Еще пару дней назад боец смешанных единоборств Лев Калинин также активно отрабатывал приемы против своих соперников на Кубке Шлеменко. Вернувшись в Перми, вновь приступив к тренировкам, вспоминает, как завоевывал бронзовую награду. Довольно-таки сложный уровень. Шлеменко все-таки все российские соревнования. Вот, первый бой я выиграл треугольником удушающим. Второй бой тоже выиграл удушающим. В третьем бою проиграл по баллам. В составе сборной Пермского края были бойцы, для которых соревнования такого уровня были дебютными в карьере. Но даже этот факт не стал преградой и позволил подняться на пьедестал. Для меня в первый раз такой уровень. Я бы сказал, что хорошо выступил. На самом деле, я бы Пермский край выделил прям топ-3, я бы дал вообще для всей России, для всех округов. Потому что мы забрали из четырех возрастных три командных места. По нарастающей шли поединке еще одного представителя команды. Амир Хиолов во второй раз стал победителем всероссийского турнира «Шлеменко». Однако в этот раз было сложнее из-за перехода в другую группу. Уровень «Шлеменко» был очень хороший. Но я постарался, поэтому выиграл. Первый раз был в 2022 году. Тоже занял первое место. Но тогда было немного полегче, потому что я перешел в возрастную 16-17 лет. Тогда выступал по 14-15. В региональной федерации смешанных единоборств отмечают, что по итогам соревнований были выполнены нормативы. А сборная региона вновь подтвердила свой уровень в общекомандном зачете. Эти соревнования были очень важны для нас, так как мы хотели проверить, держим мы планку или нет. За последние 12 месяцев мы заняли третье командное место на всероссийском турнире в Нижнем Новгороде, на первенстве ПФО в Оренбурге. Турнир в Омске состоялся уже восьмой раз, второй год во всероссийском статусе. Борьбу за медали спортсмены ввели в четырех возрастных группах. На соревнованиях «Легенды смешанных единоборств» Александр Рашлеменко участвовали около 500 сильнейших спортсменов из 24 регионов страны. В сборной Пермского края 17 медалей. Улучшать спортивные результаты бойцов удается не только за счет постоянного тренировочного процесса, но и финансовой поддержки со стороны компании «Уралкалий», входящей в группу «Уралхим». Развивается спорт не только в городах присутствия и в Соликамских и Березьяках, но и на территории Пермского края. Естественно, детский спорт – это наиболее важное направление в развитии спортивной деятельности. Соревновательный сезон у бойцов ММА подходит к завершению. Для поддержания формы некоторые переключатся на смежные дисциплины. Также несколько человек могут поехать со сборной в тренировочный лагерь.